Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Gazopu Family, и мы снова с вами увиделись на втором подкасте по Alan Wake, потому что первый подкаст у меня был по Человеку-пауку 2, и у нас подкаст на другую новинку, ноябрьскую, это на октябрьскую, точнее извиняюсь, под Хэллоуин. Это Alan Wake 2, хух, мне будет непросто говорить об игре, потому что я фанат Alan Wake 2, но мне придется рассказать об игре, в общем, единственный минус, который мне не понравился по первым впечатлениям, это новый персонаж, Сага. Вроде бы прикольно, вроде бы новый ПБР, но господи, ребят, я понимаю, конечно, все эти законы основания ЛГБТ и так далее, но в общем, вы понимаете, о чем я. Я устал от этого видеть в сериалах, фильмах, когда постоянно пихают ЛГБТ-повесточки. Ладно, пришлось это сперпеть. Что еще к минусам можно принести, это то, что у саги появилась обитель разума, и нам в этой обители разума надо совмещать улики, чтобы все было хорошо, и чтобы мы продвигались дальше по сюжету. Ладно, с этим разобрались. Единственный плюс, который пошел в лучшую сторону Alan Wake, это его продолжительность, где-то в районе 20 часов приблизительно. Зависит от того, сколько вы будете загадки разгадывать. Хорошо, что серия пошла по стопам Resident Evil, то есть, постараюсь объяснить. В общем, у вас такой же инвентарь, как Resident Evil 4 ремейк, такой же ограниченный, мало патронов, нужно экономить патроны и, естественно, фонарик, потому что нам тени нужно уничтожать светом. То есть, мы знаем по Alan Wake, что сначала нужно их уничтожить в оболочку, а потом их сами. Вот. Что еще можно в плюсы принести? Это, конечно же, музыку. Old Gods of Asgard, они просто потрясающие. Там в некоторые моменты с музыкой просто башка с нос. Есть настоящий концерт дедов, стариков Кодина и Тора и отсылки Кодина и Тора. Кстати, меня тоже порадовали вот. Ну и, естественно, концерт самих Old Gods of Asgard, когда все персонажи танцуют в самой игре Alan Wake. Это было интересно, забавно. Что можно еще в плюсы принести? Это, конечно же, ролики, ребят. Ролики с реальными актерами просто потрясающими. Потрясающие. Ты будто смотришь фильм. Это круто. И огромный плюс от Remedy, огромный поклон. Это, конечно, графика. Графика просто потрясающая. То, что минимум требуется для игры 2060 NVIDIA, это, конечно, для многих ребят просто был ужас. Многие хотели в него поиграть. Это единственный огромный минус, что не все могут попробовать Alan Wake из-за слабого железа. Но поверьте, ребят, оно вот того стоит. Я когда увидел, когда парень на приставке играл в 4К в Alan Wake, это было круто. Это реально самая высокотехнологичная игра. Теней, графики, эти маши, текстуры новые. Это круто. Единственный минус, что можно принести игре, это то, что опять от точки А перемещаться в точку Б. И нету быстрого перемещения. Это единственный минус. Вас это будет напрягать. Вы будете от этого уставать. И, кстати, еще раз предупрежу, если вы фанат Resident Evil, тут очень много беготни, мало монстров. И тут много расследовать, много искать, много бегать. Это огромный минус тем, кто ждал от игры экшена. Ребят, это не экшен. Повторюсь, это триллер. Это триллер продолжения великой истории великого писателя Alan Wake, который ищет свою жену, пытается ее спасти. И, естественно, сага в этом ему помогает. Но еще огромный плюс, то, что действия происходят не только в лесах Bright Falls, но это как для меня огромный плюс. Не только в лесах Bright Falls, но и происходят уже действия в Нью-Йорке, в некоторых метро, а-ля отсылки к Макс Пейну. Ну, я потом, кстати, еще скажу какие-то отсылки к Максу Пейну. Вот. И, естественно, порадовал сам Нью-Йорк, сами машины, сама атмосфера, она просто потрясающая. Моментами даже казалось, что играешь в Resident Evil 2 ремейк. Там всякие полицейские тачки рядом, тени, крот. Короче, прикольно, атмосферно. Еще понравилась атмосфера, что много кринжа, много безумия в стиле Твин Пикс, а как же без этого и в стиле Дэвида Пинчера. Вот. Что еще порадовало? Порадовало то, что ФБРу будет помогать настоящий Алекс Кейси, который был персонажем книги Алана Вейка. Это тоже очень интересный был персонаж, а в реальности его видеть приятнее. Потому что Алекс Кейси играет актер, который играл Макса Пейна, Сэм Лейк. Так что плюсы можно принести, что это крутая история Алана Вейка на 20 часов вместе с Сагой. Игру можно растянуть на несколько недель. То есть, если вы будете играть потихоньку, наслаждаться, вы получите хорошее приключение. В стиле триллера, расследования и в стиле настоящего детектива. Поэтому, в принципе, крутых моментов тут не занимать. Все очень интересно, круто. Это такой, знаете, хороший, средний, выдержанный такой триллер-детектив. И, естественно, с хорошими актерами, которые сыграли на все 100, интересно, атмосферно. Но если вы не любите медленные игры без экшона и в стиле Resident Evil, там постоянно, чтобы было только Мачилова, к сожалению, ребята, это не ваша игра. А если вы фанат Алана Вейка, вы будете в восторге, вы получите удовольствие и получите почти каноничное завершение игры. Спойлерить не буду, но концовка меня, конечно же, поразила. Это было необычно, круто и надолго запомнится. То есть, я не разочаровался, конечно, в игре, но вот то, что продвигается все медленно на 20 часов, может быть, 16, это, конечно же, для кого-то огромный минус, кто будет играть долгие 16 часов в эту игру. Вот. Я понимаю, что я там говорю много слов. Вкратце, может, и не могу рассказать основной помысел игры, но я говорю свои впечатления. Вот. Единственный минус, что эти субтитры быстро двигаются и не всегда успеваешь прочитать, что говорят персонажи. Что-то с монтажом субтитров было, да. Ну, естественно, хотелось, конечно, чтобы Алана Вейка озвучили на русский язык, но я не знаю, кто захочет озвучивать 20 часов вот этого расследования. Посмотрим. Конечно, хочется всем поиграть сейчас. Вот. Ну, что я хочу сказать. Вывод. Если вы фанат Алана Вейка 2, не проходите мимо. Вы получите больше, круче, круче по графону, по атмосфере, по музыке. Минус, если вы фанат Resident Evil, любите экшончик, тогда, к сожалению, увы, ребята, это не ваша игра. А если вы хотите увидеть высокотехнологичную детективную игру трейлер расследования, то не проходите мимо. Если у вас карта от Nvidia 2060 RTX, по-моему, или просто RT, да, 2060, то не проходите мимо и играйте в хорошую игру. Ну, а с вами был Казоку Фэмили. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, мы увидимся в следующих подкастах. Мы будем разговаривать, общаться. Не забывайте про наш канал. Ну, а всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok